Наше постоянное внимание к проблемам наркомании и алкоголизма обусловлено тем, что, ну, действительно, общество немножко устало жить без отдыха. А отдых сегодня и сейчас что это такое? Ну, тот самый стакан. Так вот, на стакан сейчас попадают не только работники телевидения, кино и искусство. Бизнесмены начали туда наступать, что явно негативным образом отражается на нашей, в том числе, и работе. И с этой проблемой с успехом справляются здесь, на Ленина-126. То есть в межрегиональном наркологическом реабилитационно-профилактическом центре возрождения. Потому что грамотная и вовремя оказанная медицинская помощь, она имеет свой эффект. Потому что то, чему не занимались на протяжении последних 25 лет, это, ну, смена нашего образа жизни. Помните, раньше мы в санаторий ездили и там отдыхали. Но сейчас и этого нет. И тоже можно сделать, и это здесь в том числе. Ну, и найти, в конце концов, смысл. Тот самый, потерянный в жизни. А вот для этого мы обратимся к Богу. Достаточно богатый опыт путешествий показывает, что мы не самая пьющая нация. Да это естественно. У нас ни времени нет, ни денег, чтобы культурно пить. Поэтому россияне преуспели в искусстве нажираться. То есть пьем реально немного по сравнению с другими, но зато как? И тут все ничего. Но разово и скоро мы выпиваем просто гигантское количество в 95% случаев некачественного алкоголя. По той же причине, что денег нет. И вместе с приветом всем без исключения органам прилетает отрава в виде сивушных масел, красителей, сахара и прочей дряни. И что получается? Правильно, банальное отравление. Но отравление рыбными консервами, грибочками мы, да и никто ни рыбой, ни грибочками не лечит. Всех в стационар на капельницу и не на один день. И от алкогольного перепоя отправиться в мир иной можно абсолютно легко. Вам еще нужны эксперименты? Периодически и достаточно часто сталкиваешься с такими ситуациями, что у человека была тяжелая жизненная ситуация, какая-то. Не важно какая-то. Человек ушел из запоя. Он не мог сам выйти из него. Он обратился в наркологическое учреждение. Его поставили на учет, при лечении он давно уже не был. Он не может водить автомобиль, он не может получить справку на оружие, он там не может. Он умеет ограничить. Да, он спас себя. Он приходит ко мне и мы начинаем беседовать. Я говорю, подожди, пройдет три года, снимем все с учета тебя, все будет как полагается. Но ты спас себя. Это твой выбор. Конечно, это в определенном плане, так сказать, значительная часть эпицентра мешает. И будет мешать. Поэтому, так сказать, естественно, предпостительные и анонимные подключения. Когда ты пришел, Иванов, Петров, Сидоров, Козлов и так далее, ты нигде не фиксируешься. И кто с тобой не ходит и сможет. Странности бытия российских работяг, а к этой категории лиц относятся все работающие, это непомерная гордость собственными болячками. Мы с чувством взаимопонимания относимся к фразе «Ох, как я вчера нажрался» и потакаем «Ну похмелись». Кстати, квадратная голова и красные глаза – это свойственно всем. Но посещение ближайшего наркологического кабинета – это сейчас в мире, да и в России, моднее. Умные и опытные люди делают так. Так делает прежде всего тот, кто понимает, потерять здоровье легче, чем его приобрести. И ничего в этом ни стыдного, ни зазорного нет. Алкоголиком с медицинской точки зрения считается тот человек, который употребляет спиртное хотя бы раз в две недели. Ведь полностью спирт из организма выводится только за 14 дней. Ну а как быстро помочь человеку близкому – отцу, деду, брату, мужу и матери, и жене, и дочке? Разбавить естественно концентрацию гадости в крови, добавить витаминчиков для мотора, залатать пробои в печени, вывести каку естественным образом, но ни в коем случае не добавлять. Любой человек должен понять, что те грабли, на которые наступали и тысячи, и сотни, и миллионы человек, он может на них наступить, вопрос, и даже он не поймет, где они расставлены. Но рано или поздно алкоголь все-таки свое дело сделает. И он должен уже загодя понимать, куда обращаться, в случае чего, не идти в ларек за следующей порцией. Безусловно, но здесь важная роль непосредственно личности, которой надо будет оказывать помощь, и его окружению. Это друзья, это товарищи, это те же сослуживцы на работе. Это много-многое количество людей, которые вокруг нас. То есть я неоднократно сталкивался с такими моментами, когда просто-напросто приводили за руку руководителей тех или иных структурных подразделений, говорили, Вася, будешь. Вася еще не осознавал, что там надо, не надо, Вася, будешь. И Вася, ну, естественно, шел и делал, и так далее. Других приводили жены, третьих приводили матери, четвертых, есть такая группа пациентов, приводили родственники, но, к сожалению, у них уже центральная нервная система практически на настолько примитивном уровне. И какие бы изощрения мы ни проводили, что бы мы ни пытались сделать, результата мы не получали, к сожалению. Возможно, и потому, что наше общество немножко по-другому к этому относилось. Оно формировало в человеке принцип, просто идешь в медицинское учреждение, значит, ты неизлечимо болен. Но мы прекрасно знаем опыт наших западных коллег, где помощь в лечении алкоголизма либо наркомании делается именно адресно, индивидуально с каждым. Мы здесь сделали этот центр. Для чего? Для того, чтобы донести эту помощь индивидуально, адресно и анонимно. И по возможности максимально качественно. Ну, это вот курс простейшей биохимии. Что нас утомляет? Утомляет нас молочная кислота. После длительных и тяжелых физических нагрузок, ну, вот, она образуется в наших мышцах. Что нас дальше утомляет? Ну, к сожалению, в нашей жизни очень много всяких различных токсинов. И с возрастом наша печень просто не справляется. Ну, тут мы еще добавляем алкоголь. Алкоголь, во-первых, сушит саму кровь. Затем уже далеко не благотворно воздействует на нервную систему и на наш мозг. И поэтому мы болеем. Что надо делать? И что делают и директора, и банкиры. Ну, те, кто знают, как зарабатывать денег. Так вот, и у директоров, и у банкиров есть вот такой небольшой кабинетик. Вы его не видите никогда. Но я вам скажу, что есть. И там стоит капельница. И вам тоже надо понимать, что в тот момент, когда, ну, после чего-то сложно как-то стало, вам необходимо, ну, добавить жизненных сил. И поэтому тут ничего нет зазорного. Гораздо хуже, когда вы в состоянии глубокого похмелья идете в ларек за порцией пива. Лучше придите сюда. Это я для тех, кто живет в Ленинском районе, ну, ближе к улице Гагарина. Ну, либо в Орджоникизовском. Ну, про правобережные разговора нет. И аккуратно против дворца спорта, дворца хоккея. Вы можете получить, ну, примерно литр-полтора здоровья. И запомните, это нужно делать в любой ситуации. Ну, когда вы перебрали. Эта сумма не такая уж и большая. Ну, просто надо знать, к кому идти. Летели к тому, кто выдает свою рекламу в любой газетенке. Либо идти сюда. Ну, знаете, я вообще ко всем людям, которые связаны с решением этой проблемы, отношусь очень хорошо. Про кого я не скажу плохо и так далее. Что касается пациентов, это право выбора. Право выбора непосредственного пациента. А что касается его выбора, это все настолько быстро разворачивается. Один говорит второму, второй говорит третьему, третий говорит четвертому. Причем я вам еще до этого, так сказать, подчеркнул, что мы пытаемся решить каждый раз. Это индивидуально. То есть, вот есть у человека проблема, надо остановиться. Пришел, мы работаем с 10 до 7. Пришел, пожалуйста, получил процедуру. На следующий день пришел, еще получил процедуру. На следующий день еще раз. Если надо, мы провели кодировку. Пожалуйста, все. Через три дня человек может вполне быть работоспособным, и быть хорошим семейным, отцом, и так далее. Все нормально. Вопросы решили. То есть, в наших мозгах должна засесть одна мысль. Если нам плохо с утра, то... Приходите, к вечеру будет вам хорошо, у нас. Любая тварь Господня наделена разумом. Разум нам дан для созидания и разрушения, для осмысления и отрицания, для любви и ненависти. Разума в человеке, естественно, больше. Но больше и вреда человек может себе нанести, чем все сущее. Если вы с пониманием отнеслись к тому, о чем мы с вами говорили, то разумом своим вы можете грамотно устроить нормальную жизнь, без догм, блоков и ненужных законов и правил. Человеку свойственны и слабости, и ошибки, и достижения. И мы сегодня и сейчас не открываем путь истинный. Путь истинный, и по сути, на протяжении веков, не меняющийся, был проложен для нас Богом. И Господь Единый дал нам знания и поводырей, и смысл любви к жизни, и всему сущему. Смысл этот, передаваемый во всех религиях. И даже самый неверующий должен знать, нет на свете ни одного человека, хотя бы раз не упоминавшего имя Господня. И вот простой пример. О, Господи, как же мне плохо после вчерашнего. Видимо, единственный путь, который лежит в спасении и возрождении Великой России, это прежде всего возврат, на мой взгляд, к христианским традициям. Это первый момент. Второй момент. на основании этих традиций, наверное, решение антиалкогольных проблем. То есть проблем, связанных с пьянством. Как только эти проблемы мы будем решать, я думаю, начнется возрождение и России, и Родины нашей, и города, и деревни любой, и так далее. Что касается того, что великие не боялись, не стеснялись решать свои проблемы. Это для них характерно, они великие. Но в последнее время все больше и больше людей, они становятся заинтересованными быть здоровыми. То есть человек, выпивающий, он по большому счету теряет здоровье раз, теряет работу два, теряет семьи три. Он в этом не заинтересован, кровно. Это касается, конечно, в основном социально-сохранной группы пациентов. Поэтому они однозначно идут на лечение. Не все, не всегда, не сразу. Действительно место интересное. Ну вот здесь вот люди показывают свои достижения. Достижения в спорте. Другие люди смотрят на эти достижения, ну и веселятся исключительно, под души. Вот. Веселье иногда продолжается гораздо дольше, чем это положено. Но сегодня не только про веселье, сегодня и про те проблемы, которые человек топит в увеселяющем стакане. Проблемы эти, кстати, не решаются. Но возникают проблемы со здоровьем. И вот на следующий день человек бежит в ближайший ларек, там, в магазинчик, и думает, что ему полегчает. А теперь я вам скажу, что то время, за которое вам не полегчает, за которое вы дальше продолжите свой далеко не праздник жизни, а это примерно 2-3 часа. Так вот, за это время вам здесь вернут ваше здоровье. Вы спокойно пойдете отсюда уже на твердых ногах. Ну, придете еще пару-тройку раз, и затем уже поймете, что жизнь предстает у вас в совершенно другом свете. И мы осознанно свели воедино темы религии и оздоровления общества. И общество, и государство, и все конфессии, представленные на территории нашей необъятной, заинтересованы в процветании именно здоровой России. Но надо понимать, что клиники, способные успешно бороться с пороками общества, даже на Западе не финансируются государством. Это удел частного сектора и бизнес прибыльный. У нас, на территории Обзелиловского района, в селе Михайловка, а это следующее после озера Соленое село в сторону озера Банное, настоятелем Михайло-Архангельского прихода, Уфимской епархии, отцом Сергием, проблему оздоровления и горожан, и жителей села мы вместе будем решать. И это показательно, что в селе имени Архангела Михаила мы будем учиться слушать своих ангелов-хранителей. И мы знаем, что они есть. Мы просто часто пропускаем им на уши их совет – не пей. Совместно решать любые проблемы всегда проще, тем более, когда рядом есть место намоленное. Но место, которое все вместе мы можем сделать чистым и святым, созидая которое можно сделать главное – имя свое увековечить и оставить след потомкам, не просто жизнь прожить, а выстроить храм. Место это будет здесь. А сила слова Господня, молитвой вложенная в освящение лекарств, очищающая и созидающая дух и тело человека, уставшего от змея алкогольного, пойдет безусловного блага. Благословен Бог наш, всегда, ныне и приснула, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю Души истинной, и живи с детцей, и вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и всериси, явные очистины, от всяких скверных, спаси блажа души наша. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и приснула, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Яку на небеси, на земле, и хреб наш насущный дашь нам внесть, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем ножником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лука в огол. Яко Твое, и Сарство, и Силы, и Слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, благо и ко всеки исцеляй, братьев наших, все страждущих, болящих, немуществующие по сети милости Твоею, простри мышцу Твое, исполненную исцеление врачбы, и исцели их, восставляй от адра и немощи, запрети духу немощи, отстави от него всякую язву и всякую болезнь, всякую рану, всякую огневицу и трясавицу. Я же есть немцы грешения или беззакония, слаби, остави, прости Твоего ради человеколюбия. Ей, Господи, пощади создание Твое, во Христе Иисусе Господе нашим, с Ним же благословенный Си, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и прислуг, и во веки веков. Аминь. Примудрость Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшую, хирургимы, славнейшую, без сравнения, и Серафим, без истрения, Богослову Родшую, Сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упованье наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и прислуг, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвами при чистой Своей Матери, силу и честного и животногоящего Креста, предстательствует святаго Архистратика Божия Михаила и против чистых небесных сил бесплодных, святаго Великомучника и Целителя, Пантерима на святых и праведный, Бог отец Якима и Анна и всех святых, помилуй и спасет нас, Якубла, и человека любец. Аминь.